Марина спрашивает, Михаил, может ли нелюбовь к себе влиять на отношение к тебе коллег и вообще других людей? Я коротко отвечу, Марина. Нелюбовь к себе, как и любовь к себе, влияет вообще на отношение к вам всего окружающего мира. И такой последний пинок, я бы сказал, такой автопинок вас самой себе по заднице, то, что и вы себя тоже не любите. Смотрите, что получается. К нам относятся люди так, как мы относимся к себе. Мы себя любим, мы себя любим, нас любят другие. И коллеги, и животные, и растения. Мы себя не любим, мы, во-первых, никому не нравимся. И получается, что отношение наше к себе и формирует наше взаимоотношение с миром. Притом мир в широком смысле, как у Толстого в «Войне и мир». Мир в том смысле, что не только там вот буквально коллеги или какие-то люди, а вообще человеку не нравится, как он живет в принципе. Как это играет, знаете, оркестр, и у первой скрипки рожа такая перекошенная всю дорогу, он морщится, плюется. И когда оркестр доиграл, дирижер подходит и говорит, слушайте, а что с такой рожей играете? Я вам не нравлюсь как дирижер? Говорит, ну что есть, нравлюсь, не нравлюсь? Я 20 лет в оркестре играю, я привык. Может быть, вам композитор не нравится, который мы исполняли? Говорит, да я его с детства, с музыкальной школы исполняю. Мой любимый. А че рожа такая недовольная? А скрипач говорит, вы знаете, я вообще музыку не люблю. Вот многие так и живут. Им жизнь в принципе не нравится. И там не ограничивается ни любовью коллег. Там человек сам еще страдает от того, вот этот автопинок, что ему самому все не нравится, даже без других людей, ему тоже все не нравится. Дальше. Светлана спрашивает, Михаил, как стать более уверенной в себе? Есть ли методы, которые можно использовать на практике для этого? Но уверенность в себе, это вот как бы такая общая фраза. Давайте смысл этой фразы, вникнем в него. Уверенность. От слова вера. Люди уверенные в себе, верят в себя. Что это значит? Когда с ними что-то происходит, они считают себя правыми. Они могут ошибаться, конечно. Но для них важнее, что они на себя ориентируются. Они себе доверяют. Люди в себе не уверены, они сомневаются. Правы они, неправы. Может быть, они других людей спрашивают. Они часто в ущерб себе что-то делают, потому что они в себе сомневаются. Часто они извиняются просто на пустом месте, потому что они в себе не уверены. Они переспрашивают других людей, потому что они в себе не уверены. Поэтому уверенность, это прежде всего вера в себя. Если коротко. Катерина, 30 лет. Михаил, вроде люблю себя. Хорошая еда, любимая йога. Но как только стресс, сжираю весь холодильник. Ну как это исправить? Это разные вещи. Хотя, честно говоря, косвенно влияет одно на другое. Вы тревожная, и стресс вами плохо переносится, и тревогу вы начинаете заедать. Как это исправить? Прежде чем вы откройте холодильник, вам надо открыть рот. Сама с собой вы должны вслух проговорить все свои тревоги. Потому что там такой стресс. А стресс это не обязательно что-то плохое. Если у вас родился ребенок, у вас тоже может быть паника. Речь идет о том, что вы эмоционально, ну вот, когда у вас какие-то, ну, за ваши возможности эмоции переходят, то вы не выдерживаете. Начинаете нервничать, и на нервной почве начинаете поглощать еду. Так вот, в этот момент, когда с вами этот стресс случается, еще раз, прежде чем открыть холодильник, вслух говорите. Примерно так. Так, стоп, стоп, стоп. Из-за чего я сейчас волнуюсь? Понятно. Ну, хорошо, давай предположим самый неприятный сценарий. Что вот мне ожидать? Что может быть? И так далее. До тех пор, пока вы не успокоитесь. Притом, вы сразу начнете успокаиваться, как только вы начинаете рационализировать ваши эмоции. Успехов! Анонимное сообщение. Михаил, умом все, что вы говорите, понимаю, но все равно много гнева, обиды и разочарования от самой себя. Как быть с этим? Гнев, обиды и разочарования от самой себя. Я так понимаю, что гнев и обиды тоже, что ли, на себя получается? Смотрите, как быть с этим. С этим надо разбираться. Гнев, в принципе, приличная, нормальная себе эмоция. Человек, наверное, и самой здоровой тоже может обидеться. Но одно дело, когда у вас это происходит в момент какого-то поступка, в какой-то ситуации какой-то, что что-то вот прямо сейчас произошло. Ну, например, вы идете по улице, вас столкнули и дальше побежали. У меня, знаете, был такой случай, когда я шел по улице, на меня наехал этот... ...самокат. Прямо больно, прямо в грудную клетку. И с нереальной скоростью на этом самокате, там, в 45 час, улетел. Даже догнать не успел. Вот, и это было обидно. Вот я, типа, здоровый человек, я стою, у меня отбитая грудная клетка и никого нету. Ну, обидно, обидно. В тот момент обидно. А через полчаса уже нет. А когда он для человека невроз, то ему обидно всегда. Даже за то, что было еще в школе. То есть он, как бы, эти проблемы не решил. Очень часто в ситуации обиды огромную роль играет нежелание брать на себя ответственность за свои действия. Приведу вам простой пример. Женщина выходит замуж, и через некоторое время оказывается, что ее муж абьюзер. Он ее унижает, обижает. Она плачет, рыдает. В результате они разводятся. И она говорит, Михаиловна, так обидно, я так его любила. Я начинаю с ней разговаривать. Как именно она его любила? Тут выясняется, что это дерьмо их преследовало не то, что со свадьбы, а со знакомства. Когда, например, они сидели в ресторане, он ей говорит, и они только познакомились. Слушай, а может тебе мясо не брать, ты же и так жирная. Ты когда замуж после нее за это вышла? После этих слов у меня вопрос, а на кого ей надо обижаться? Ну правильно, на себя. Лучше ни на кого, конечно. А на себя надо взять ответственность за то, что тебя сразу опускали в место здрасте. И ты еще за человека замуж после этого вышла? Ну а зачем ты обижаешься на него? Он такой, какой есть. Он тебя не любит. Он тебе дал понять это на первом свидании. Все остальное это твой выбор. Наталья спрашивает, Михаил, как перестать себя со всеми сравнивать? Родители часто говорили, а вот тот гораздо лучше, умнее и так далее. Так и выросла сомнятка на кого-то. Во-первых, вам надо понять, что ваши родители сами люди в себе крайне неуверенные. У нас сегодня про уверенность в себе был разговор, продолжаем его. Родители, которые говорят ребенку, что посмотри на Педя, посмотри на Васю, в себе неуверенные. Правда. Далее. Вам надо перестать думать о своих родителях, сказать, вот это из-за них, вот это такая очень слабая инфантильная позиция. И сказать себе, что почему я себя сравниваю с другими людьми. Самое главное, потому что я себя не люблю. Что это значит? Что когда я сравниваю себя с другими людьми, а сравниваю себя в одну сторону, что я хуже, а не лучше, у меня меньше, а у них больше и так далее, то я таким образом выражаю непринятие и нелюбовь в себе. Еще раз, друзья мои. Вот многие из нас, к сожалению, этому подвержены. Чтобы вы понимали, что с вами происходит. Вы декларируете то, что вы хуже других людей. Что ваша самооценка очень низкая. Что вы себя не любите. Почему? Потому что вы сравниваете с теми, кто, на ваш взгляд, более благополучный, чем вы. И в этом кроется секрет вашего сравнения. Вам надо себя. Есть такое, еще современно Достоевского, русское слово, самоуничижение. Есть как бы и уничтожение, и унижение в одном слове. Уничижение. Так вот, вы этим, собственно, мазохизмом и занимаетесь. Когда вы говорите, что вот у этого, у этого, у этого, то вы как бы говорите, а я говно, у меня этого нет. И вы, к сожалению, купаетесь в этом дерьме. И ни о какой принятии любви себе здесь речи быть не может. Поэтому первое, что вы должны сделать, это вообще перестать пялиться в чужую тарелку. Вам это ничего не даст. Вы всегда будете в пройдуже. И еще опять возвращаюсь. Понимаете, здесь такая немножко сложная система, но не такая, как высшей математики. Потому что в вашей голове что-то задержалось. Я еще вас хочу обратно отвести к ситуации вообще критериев успешности. Вы или счастливый человек, тогда вам пофигу другие люди. Или вы несчастный человек, но тогда вы неуспешный. И те люди, которым вы завидуете, очень часто, глубоко несчастные люди. Вот у меня есть знакомые богатые несчастные. У вас есть знакомые богатые несчастные. Мы знаем о успешных, медийных, даже всеми любимых людей, которые, к сожалению, прожили глубоко несчастную жизнь. И что, кому вы хотите завидовать? Их несчастье, что ли? Ольга спрашивает, Михаил, а что делать, когда твои близкие все время пытаются обесценить твои заслуги? И когда ты говоришь, смотрите, как здорово, вот у меня вот это получилось. И они говорят, господи, ну послушай, ну так все могут абсолютно. И мы так могли. Кто пишет? Ольга. Оля, дорогая, вы же с ними играете в одну и ту же игру. Вы зачем к ним лезете? Тем более вы знаете ответ, а? Зачем вы их спрашиваете или говорите? Когда пятилетний ребенок говорит, мама, смотри, как я покакал. Я этого лоша понимаю. Еще Фрейд сказал, какашки ребенка, это его дар людям, самым близким, родителям. Но вы же не пятилетний какающий мальчик, правда? Чего вы к ним лезете, посмотрите, как я? Зная, во-первых, что они обесценивают. А во-вторых, зачем вам нужно, чтобы они вам сказали. Молодец. Вам-то это зачем? Понимаете, какое дело? Я вам скажу более того. Вот я придумал методику, состоящую из шести правил. Она мне нравится. Я считаю, что она, в основе, самый прогрессивный на сегодняшний день, так точно. Для психотерапии. Не умоляю за стук другого метода. Но вы знаете, когда я даже вот сейчас это говорю, мне самому не комфортно. Почему? Потому что я напрашиваюсь на то, чтобы кто-то меня оценил. Сказал, Михаил, ну честно говоря, это херня полная. Или, ну ты гений. Ну или, б***ь. Зачем вы вообще туда лезете? Или вы делаете то, что вы хотите делать, и не ждете никакой оценки. Или вы все время будете подвешены, что вас должны оценивать. Когда вы говорите, мама, папа, посмотрите, что я сделал. Вы это делаете зачем? Вы в себе не уверены. Вы в себе не просто не уверены. Вы даже сами, ну, может быть, обесценили уже свою работу. И вам надо, чтобы родители подтвердили вашу значимость. А они еще хуже вас. Говорят, не, ну это говно какое-то. Зачем ты там рассказываешь? Ты постыдилась бы лучше. Понимаете, какое дело? Вам надо перестать вообще людей спрашивать, что вы делаете. И тогда будет вам счастье. Это, кстати, признак неуверенности. Как только вы спрашиваете других, хорошо, плохо, это неуверенность. Анна спрашивает. Михаил, постоянно чувствую себя пустым местом? То есть все вокруг такие значимые, их мнение точно важнее моего. Их сущность, в принципе, более фундаментальна. А я как будто просто так, мое место с края, так сказать. Очень надоело это чувство, постоянно себя принижать. Как перестать? Ну, это именно чувство. Притом это чувство сформировано, как правило, с детства от родителей, которые тебя принижали. А дальше как бы ребенок уже сам пошел и принижает себя на автомате сам. Во-первых, не нужно думать, что другие люди интереснее, умнее и так далее. Вообще не нужно думать про других людей, думать нужно про себя. Кстати, я такой период прожил в своей жизни. Вот когда я был со своим СДВГ, то я как-то карабкался, был достаточно лузером сам для себя. Да и объективно, в общем-то, жил тоже как лузер. И были какие-то компании, в которых я попадал. И мне всегда казалось, что у этих людей совершенно другая жизнь. Интереснейшая. Просто вот такая жизнь, которая мне не снилась. И один из моих дружков, ну, он уже человек пожилой, он такой был сначала сиделец, как это, отпусти народ мой, евреи, за выезд из СССР в 70-е годы. А дальше он стал сидеть, уже сначала посидев в СССР, он стал сидеть в других странах. В Германии, в частности, в Израиле и так далее. Такой криминальный парень. И я даже ему завидовал, за это, ну, жизни, в которой он жил, он как-то говорит, слушай, вот это такая блатная романтика 90-е годы. А ты вообще понимаешь, кто сидит в тюрьмах? Там не это не с американского века, там сидит быдло, в принципе, необразованное. Двух слов они связать не могут. И то, что они воруют или совершают разбой, они просто так живут. Это не в смысле он оступился, да, а это вот он такой. Вот. И вообще там неприятно достаточно, а не так, как ты сейчас думаешь. И я очень многим завидовал. Я завидовал, например, людям, которые ходят на какие-то тусовки, что там что-то интересное бывает. И потом, когда я все это получил и залез внутрь, мне вообще не понравилось. Вообще не понравилось. Мне гораздо больше нравится та же, которую я веду. И даже имея возможность, при случае любой тусовки, мне там, я как бы это все видел, нет, неохота. Я даже не верил, что мне, например, хотелось быть бы там миллиардером. Думаю, что не хотелось бы. Очень много геморроя, смысла в этом никакого. Дарья, 19 лет. Михаил, если что-то сделала не так, разбила тарелку, разлила воду, начинаю сама себя бить и обсыпать плохими словами. Как с этим справиться? А, прочитать стихи Григория Остера, как это там было? Если вы хотите, чтобы покрасить мамины белое пальто, возьмите вишневое варенье красное, окуните туда. Вот. Ну, хотя бы будет рисунок, а если прямо все, то надо прямо в банку положить. То есть, у вас какие-то детские страхи, видимо, вас, как Ленина, ругали за разбитый графин, и вы теперь взрослый человек, который себя ненавидите за то, что у вас... Двенадцатый летний человек. А, двенадцатый. Ну, тоже уже большая девочка. Как зовут? Дарья. Дарья. А вы живой человек, и вы имеете право что-то делать не так. Люди же не роботы, правда? У них что-то не получается, что-то из рук валится, что-то разбивается, что-то сыпется. Просто, когда вы начинаете дергаться и нервничаете себя за это ненавидеть, только хуже становится. Потому что вы, например, не делаете работу над ошибками. Вы не анализируете, почему так произошло. Вы вместо этого истерить начинаете. А вам бы успокоиться, сказать, хорошо, я в другой раз буду аккуратнее, внимательнее. Или, если это какая-то сложная история, то хотя бы понять, почему так произошло. Флаг вам в руки. Светлана спрашивает. Михаил, а как понять, что ты себя любишь? Как понять, что ты себя любишь? Хороший вопрос. Тебя все устраивает. То, что есть. Ты не пытаешься сравнивать себя с другими людьми. Ты не пытаешься улучшать себя. И ты получаешь удовольствие от того, что ты имеешь, включая самого себя. Я как-то рассказывал об этом, что если взять двух людей, один из которых ходит на курсы личностного роста, а другой в это время спит спокойно, то второй гораздо здоровее, потому что он себя принял. А тот, который занимается улучшательством, он себя не принял. И он хочет от себя уйти, когда-то еще большие выси. Очень многие люди очень глупо ведут себя. Кстати, одним из таких людей с совершенно тупым поведением, был покойный граф Толстой. Он себе ставил какие-то жуткие задачи на каждый год, что он должен вот этого достичь, вот этого достичь, вот этого достичь. Человек был крайне слабый. Человек всю жизнь боролся с собой. Себя ненавидел вообще. И под старость даже сказал, но ему виднее, конечно, он еще был религиозный фанат, что все, что он написал, это говно рядом с какими-то религиозными идеями. Я имею в виду войну и мир, Анну Каренина, воскресенье и так далее. То есть, слабый человек, всю жизнь потративший на то, чтобы самому с собой хоть как-то ужиться. Он себя не любил. Поэтому вот так как-то. Лиза спрашивает, Михаил, объясните подробнее, как спокойно принимать себя с прошлыми ошибками? Вы советуете уважать свои ошибки, свой прошлый выбор, нести ответственность за выбранные решения. Но не совсем получается это на практике. Как научиться не винить себя за прошлые поступки, выбор и решения? Во-первых, чтобы вам было легче. Вспомните великие строчки. Фарш. Невозможно провернуть назад. И времени на миг не остановишь. Если говорить серьезно, то люди вот что, они сами себя обманывают. Им через какое-то время кажется, что они могли поступить по-другому. Или что они сделали ошибку. По этому поводу есть, кстати, очень хороший фильм. Я его люблю. Хотя многие считают, что он пошлый. Это Лангина фильм «Остров» называется. Спокойно. Петя Мамоновым. Где фильм начинается с того, что юный моряк вместе со своим командиром на каком-то маленьком катере. Это война. С фашистами. Вот они где-то плывут. И вдруг это гениально снято. Вот такая шлюпка. И прямо перед ними, представьте, там 50-этажный дом. Огромный корабль, который прямо светит его в лицо. прожектором. И этот мелкий, ну, его там 17 лет, 18. Он прыгает в воду. Немцы расстреливают катер. Погибает командир. И дальше весь фильм. За этот грех Петя Мамонов пытается, он стал монахом, пытается, короче, он умереть хочет, но умереть он не может, потому что это грех, самоубийство. И он как бы всю жизнь искупает этот грех. Посреди фильма оказывается, что, кстати, командир его не умер. Он к нему приходит, он живой. Но он считает, что он плохой человек. И типа, вот как бы, вот теперь смотрите, что получается. Теперь он не просто смерти и не боится. Он вообще хочет умереть. Ему там 40, 50, 60 лет. И он страдает от того, что он сделал в свое время вот это предательство. Как эта проблема вообще у людей решается? Как вернуться к тому и не жалеть? Так он не мог 18 лет по-другому поступить. Он же был подросток, который никогда не видел ни немцев, ни кораблей. Он испугался. И я больше того скажу, если его вернуть в то состояние, он опять так же сделает. Вот это он понимает вообще не хотим. То есть, человек вот в этот момент времени делает единственный правильный выбор. Он может быть неправильный, может быть даже роковой, но нет выбора. Вы зря считаете, мы не так контролируем свою жизнь, как нам кажется. Вам кажется, что вы по-другому поступили. Вы не поступили по-другому. Потому что вы сейчас другой человек, вы по-другому думаете. Вам так кажется. а в тот момент вы были тем человеком, который сделал так. Так вы должны что сказать? Как вообще эта проблема решается? Что тогда, когда я это сделал, я сделал, потому что я был вот таким человеком. Сейчас я другой. И сейчас я могу не повторять, не то исправить, а больше не повторять ошибок, не вести себя так, а пытаться вести себя по-другому. Брать на себя ответственность, перестать бояться и так далее. в сегодняшней жизни. Почему людей происходит все время сливание в прошлое? А они сегодня ничего делать не могут. И как бы, чтобы пострадать, они говорят, вот тогда, если бы, так вы сейчас что-то сделаете? Говорят, нет. Сейчас тоже плохо все, не получается. Алия спрашивает, Михаил, какие самые эффективные упражнения для повышения самооценки и любви к себе? Какие бы вы бы посоветовали? Ну, я их уже описал. Давайте я еще раз освежу салатик, первое правило. Это самое главное правило на пути людей к себе и самооценки. Оно самое, наверное, тяжелое, потому что предполагает, что когда вы что-либо делаете в своей жизни, то вы выбираете, как помните, на выборах Хельсона голосуйте сердцем. Вы выбираете то, что вы хотите. А на то, что вы хотите, вам надо похерить то, что у вас есть под рубрикой «надо». И еще надо не обращать внимания на то, что когда вы делаете от слова «надо», вы представляете последствия. А когда вы делаете то, что так хотите, вы себе представляете последствия. Это вызывает страх и тревожность. И если вы это сможете преодолеть, и каждый раз будете делать то, что вы хотите, ваша самооценка будет расти, как на дрожжах. Но это еще не все. Второе правило не делает ни в ущерб себе, ни против своей воли. Говорит о том, что так ведут себя тоже люди, которые себя любят, ценят и уважают. А вы сейчас скажете, Михаил, ну как так вы странно рассуждаете, как это Галич пил, не на облаке живем, только соль без запаха. Вы что, в космосе живете? Как можно жить, не делая то, что надо? Вы сами-то попробовали? Не то слово. Последние годы стараясь так жить. Получается. Тяжело, и сначала было еще тяжелее, но когда вы не делаете то, что вы не хотите, вы постепенно обретаете как бы любовь в себе и вот эту самую хорошую самооценку. Успехов вам! Но Михаил, вы часто говорите, что нужно менять психику, неройные связи у вас, ну как? Как менять мозг? Что практиковать? Не скажешь же себе, просто меняйся и щелк. Рассказываю. Психика это наша реакция на нашу жизнь. В общем, на то, что называется раздражители. На все подряд. То, как мы реагируем на жизнь и формирует, уже сформировано и является нашей психикой. Формируется она, психика, очень может быть даже внутриутробного периода, не исключаю. В формировании психики огромную роль играет три вещи. Генетика оказалась не такую большую, потому что генетических наборов психических, по-моему, ученые нашли как бы 22 различия всего-навсего. А психотравмы, которые могут сильно покалечить нашу психику, например, если ребенок потерял чувство безопасности в раннем детстве, то страхи просто его второе имя. И, наконец, то, что он живет в какой-то среде, которая его формирует. Это я имею в виду поведение взрослых. Это уже как бы не генетика, хотя это очень связано. Это те раздражители, которые он имеет от взрослых каждый день и которые формируют его реакции на взрослых. Например, он без мамы жить не может, а мама его просто говном посылает матом, бухает, забывает кормить, он орет, она говорит, заткнись, а достал. Вот он вырастает с такой уже, в общем-то, ущербной, покалеченной психикой, потому что он один расплакал, второй расплакал, он уже начал чувствовать себя никому не нужным. Вот это все в нем сформировало такое состояние душевное, что у него психика глубоко несчастного человека. У него уже любимейшая жена, 115 внуков, 115 внуков у мамы главного раввина России, Берлазара. Ну вот, а у самого у него 8 детей. И так далее. И вот он, что бы ни происходило, все равно имеет вот эту несчастливую психику. Пока понятно, да? теперь я специально для этих случаев и не только для этих случаев придумал методику, которую считаю, наверное, ну не могу сказать самый, да хрен с ним, одной из самых прогрессивных и эффективных методик психологичных на сегодняшний день. Она заключается в том, это так называемая поведенческая терапия, это вихивиаризма имеет прямое отношение. о чем идет речь? Речь идет о том, что вы начинаете жить по шести правилам. Сейчас я про них подробнее расскажу. И это меняет вашу жизнь. Эти правила делят условно вашу жизнь на две вещи. На коммуникацию, то, как вы общаетесь, и на действие, то, как вы поступаете. А шестое правило обслуживает третье, и четвертое, пятое правило я предлагаю людям, у которых реально тяжелый невроз, то есть их тревога вообще зашкаливает. Так что их очень достаточно тяжело реализовывать на практике. Но начнем с азов. Когда вы живете так, как вы живете, вы такой жизнью недовольны, она делает вас несчастным, я говорю, давайте начнем с простого. Вы принимая решение делайте то, что вы хотите. есть ваше решение это фактически ваше желание. Подчеркиваю, это касается здоровых людей и здоровых желаний, а здоровье мы уже договорились считать, то, что не наносят ущерба ни здоровью, ни жизни, ни ваш, ни окружающих людей. То есть если вы начинаете жрать всякое говно и жиреете, это не ваше желание, это нарушение пищевого поведения. То есть ваши желания не могут принести вам никакого вреда, тогда они здоровые. Поехали дальше. Вы начинаете спрашивать себя, многие люди даже не знают, что они хотят, это тоже проблема. И начинать очень часто многим приходится с того, что они спрашивают, что я хочу. и они по каждому поводу, они перестают автоматически жить, как они привыкли. Вот они с утра встают. Так, хочу ли я вставать? А знаете, что дальше? А мне надо на работу, конечно. Страх потерять работу, но я сейчас не буду, если будет такое желание, может быть, мы сделаем по правилам отдельную встречу. Короче говоря, вы делаете то, что вы хотите, это и есть главное. Делать, что на вашем желании, не на надо, а на мне так хочется. Очень может быть, что вы останетесь без денег, без друзей, я это честно предупреждаю, но я, как видите, не только не остался, а приумножило друзей и деньги. Но такой, как в таблетках пишут, там побочные эффекты, такой эффект тоже может быть. А всяком случае, люди, которые с вами не от души, а за деньги, они точно отвалят. И работа, которая не ваша, тоже отвалят. Ну вот, вы начинаете жить вот таким образом, делать то, что вы хотите, второе, не делать то, что вы не хотите, никак себе не объясняя вот этим опять словом надо. Я на это говорю вот что, да можно за родину умереть, только вы должны хотите умереть за родину, а не чувство долга. И чувство потребности, радости, удовольствия, пожалуйста, брите, и чувство долга не надо. Потому что получается вина, совесть, вот тут такие, примешивается манипулятивная история. Ну вот. Далее, вы не делаете ни ущерб себе, ни против своей воли, ничего в своей жизни. Третье, вы сразу говорите то, что вам не нравится, и только один раз, шестое имеет отношение к третьему, выясняет отношение и говорит только про себя, используя местоимение первого когда вы говорите мне не нравится, вы говорите только про свои чувства, про себя, человека не трогали. Четвертое правило не отвечать, когда не спрашивают, там есть куча исключений, и пятое правило отвечать только на вопрос. Четвертое и пятое правило прекрасные, но они такие тяжеловатые, и когда человек совсем вот так вот башкой вертит, не может нормально сидеть, вот в таких случаях я предлагаю, первоумеренных неврозов не вижу смысла. И это реально меняет вашу нейронную сеть. Почему? Потому что вы так не жили до этого, а сейчас начинаете жить. Сначала у вас ломка начинается, я уже сказал, страхи вылезают, тревоги, ой, а я боюсь, я остаюсь один, а мне никто любить не будет, и так далее. Потом вы, как любой наркоман преодолеваете эту ломку и начинаете жить счастливо. Правило работает через то, что они меняют нездоровые что-ли психические реакции на здоровые. За счет этого там в голове происходит изменение морфологии мозга. Это даже научно доказано, что после какой-то терапии, не после моей конкретно, а вообще ученые давно это выяснили, когнитивно-поведенческой терапии, она единственное считается психология, научно доказанная, что мозг меняется, но он выглядит по-другому. Я не специалист, я не врач, но специалисты, которые биологи, нейробиологи, они говорят, что да, как бы не то, что мозг счастливый человек отличается от мозга несчастного, но меняется. Вот это, видимо, нейронная связь, я не хочу херню нести, но что-то там изменения видны. Евгений спрашивает, Михаил, всегда сравниваю себя другими, купил квартиру в пределах садового кольца, а друг купил в пределах бульварного. Радость от моей покупки улетучилась тут же, как начать ценить то, что имеешь? Для этого надо перестать думать о других людях вообще, и опять, вот смотрите, мы опять возвращаемся на круги своя. Что это за история? Это история бедного мальчика, которого сравнивали с другими детьми и чморили. Может быть, мама даже не его сравнивала, может, мама говорила, мы живем в говне, а Петровы живут в роскоши. У нас говорят, суп жидкий, у них жемчуг мелкий, и это въело человеку в мозг, и теперь, когда он взрослый, он не может получить удовольствие от своей квартиры, потому что не его квартира интересует, его интересует квартира соседа, для того, чтобы он пострадал. Видите, как эта психика работает? Квартирку этот купил в пределах бульварного кольца, значит, есть повод для страдания. Для страдания все происходит. Психика требует пострадать. Вот так. Алена спрашивает, Михаил, мне комфортно находиться внутри своей раковины, то есть, я нахожусь внутри своего сознания, и там очень хорошо, уютно, прекрасно. Я хорошо работаю, то есть, действительно, стараюсь делать все на пятерку или на четверку, ну, то есть, стараюсь, правда, стараюсь вообще по жизни быть удобной для людей, чтобы они ко мне не приставали, и, в общем, нахожусь в абсолютной гармонии и в комфорте. Но из этого комфорта меня вышивают, например, хамы, когда начальник грубо разговаривает, либо я слышу что-то грубое в метро, либо кто-то неаккуратно меня толкнет. Вот эти все вещи могут выбить меня из колеи даже не на день, а на неделю. Я неделю могу ходить и вспоминать вот этот вот ужасный дискомфорт, который во мне случился. И это отравляет мне жизнь. Можно ли как-то с этим справиться? Да, для этого надо понять, что вы залезли в раковину. Сейчас Наталья меня начнет кидать тяжелый предмет, но я не могу это не сказать. Вы полностью соответствуете моему любимому анекдоту. Робиной, что вы все время ходите по камере. Вы думаете, вы не сидите? Вы что думаете, если вы залезли в раковину, то вы с людьми сталкиваться не будете? Вы что, шутите что ли? Вы себе придумали какой-то мир, который не существует, что вы залезли в раковину и там вам хорошо. Но вы же не не можете жить? Вам надо же в метро еще ехать, а в метро толкаются. Что я вам хочу предложить? Терпеть, конечно, ничего нельзя. Надо открыть рот. При этом надо открыть рот вот по правилам сказать, мне неприятно, что меня толкнули. начальнику, вот тут опять спать, какая история интересная. Как вести себя в этой ситуации с начальником? Сказать, что если ты еще раз рот откроешь, я уволюсь. Он открыл, вы уволились. То есть, по-другому никак. Если вы им очень нужны, он рот свой не откроет. а у вас как бы нет выхода, потому что я никак не могу предложить вам спустить на тормозах, перетерпеть и так далее. Это противоречит моим правилам. Вы не должны терпеть ничего. То, что касается метро, начальник туда не вписывается. Вы должны, выходя на улицу, сами с собой решить, что метро и как собственная улица это место и транспорт повышенной опасности. И одной из опасностей является наличие хамов. Там же народ произвольный вагон набивается. Вы же их не проверяете. Там кастинга нету. Кто пошел, тот и пошел. И вы говорите, я готова к тому, что там могут толкаться, пихаться. Я не собираюсь как бы это терпеть, но это как бы не ранит меня. Я в курсе. Это метро. Я больше того скажу. При всей моей любви к метро примерно с 4 вечера там пьянь собирается и ездит до закрытия метро. То есть, я помню еще это 90-е. Просто смотрите, какое дело. Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, то у нас метро не то, что там рот открыть, да? У нас ХГБ работало с ментами. У нас был порядок метро. И вдруг, я смотрю, 90-е годы наступили. Сидят пьяные мужики. Курят. Курят метро. Вы забыли, курили. И такие пустые бутылки катаются по всему вагону. А некоторые полупустые. Кто-то обоссался. Здесь прямо вино течет. Такого в советской власти не было. Сейчас это тоже пресекается. Хотя там и драки бывают. Метро. И даже по ножопчинах. Но сейчас там все в камерах. Поэтому там сильно не разгуляешься. Вот. Метро как бы. Но метро, тем не менее, ну, проходной двор. Да, это что вы хотите. У меня был случай один. Это было лет 20 назад. Я не помню. Мне позвонила семья и сказала, что у них девочка, которая 4 года не выходит из квартиры. Вот. И при этом она еще очень долго из комнаты может не выходить. Неделями. Ну, я тогда помоложе был. Я поехал. Девочка жила на окраине города. Ей было лет 14-15, я не помню. Такая эмо. И год одновременно. Мы с ней поболтали и вышли на улицу. Ну, вот родители чуть в оборот не упали. Спасибо огромное. Я помню, я с ней дошел до помойки и сказал, ну, все. Я пошел. Прошло 15 лет. Примерно. Они звонят и говорят, Михаил, простите, ради бога. Ну, я такой запомнил. Такой не каждый день бывает. Я вообще никуда обычно не езжу. Ни на какие вызовы. Вот. Говорит, у нас вот она все после этого стала ходить. Вышла замуж и полгода назад опять села дома. Ну, я приехал. Стоят понурые родители. Муж стоит несчастный. И ей, соответственно, лет 28-30. Я говорю, ну, хорошо. А она, видимо, мне доверяет, поэтому у меня вообще с ней проблем не было. Встали, отделись и пошли. Я думаю, нет, но уже ей 30 лет, тут помойка-то не отделаешься. Говорит, метро пошли. И мы пошли с ней в метро. И тут я сказал матом. Сказал, твою мать, как вы здесь живете? Пошли нахер отсюда быстро. Я просто испугался. Я такого метро вообще никогда не видел. Я не помню, где это было. Это где-то то ли восток, то ли юг Москвы. Какая-то новая станция. Но, вы знаете, это такое ощущение, что ты находишься вообще не в Москве. Там вообще другие люди. Такое ощущение, что половина ходит с ножом, половина бухие. Зверски смотрят. Прямо агрессивные. Толкаются. Это просто они как бы ласково здороваются. Их толпы. Они просто сносят. Там, скажем, лестница. Одна толпа вниз идет, другая наверх. И просто мечтает, чтобы кто-нибудь рот открыл, чтобы сейчас прям драка произошла. Они для этого такое ощущение метро и спустились. А я, как человек, родившийся в центре и всю жизнь проживший в центре, но такого еще не бачил. И говорю, слушай, я тебя понимаю. Тут, конечно, на любителей выходить в метро. пошли, говоря, обратно домой из метро. Так что я вас тоже, женщины, понимаю. Вот особенно вечером и вот где-нибудь какие-нибудь отдаленные станции метро. Никого не хочу обидеть, поэтому даже называть не буду. А некоторых я даже названия не знаю. Прямо сильно на любителя. Хочется пешком пройтись, на самокате проехать. Вот. Но это метро, и когда вы идете, вы говорите себе, я в курсе, я готова. Меня это не ранит. Успехов вам. Спасибо. Спасибо.